Продолжение следует... Ну, а как всегда по пятнице в это время 8.30 утра в городе Чикаго на западном побережье Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Это только 6.30 утра, 9.30 на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон. Ну, а в Москве 17.30 и у нас на связи Москва-Россия, Елена Торецкая, предсказатель, экстрасенс, парапсихолог, гадалка. Можно сказать, с большой буквы, естественно. Ну, и мы продолжаем тему, которую мы начали в прошлых эфирах. Это тема снятия негатива, поскольку сегодня какие-то темные силы вмешиваются в нашу жизнь, бывает. И они что-то нам постоянно долбят по голове. Вот как от этого защищаться и как снимать этот негатив, нам сейчас будет рассказывать Елена Торецкая. Ну, а вторая часть, второй сегмент этой программы – это целительные силы России. Это тот самый симпозиум, который прошел совсем недавно в Москве, где Елена принимала участие. Она сама об этом расскажет. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Привет, Владимир, Майкл, привет, Чикаго. Ну, с чего начнем? Расскажи, все-таки напомним, что такое негатив, как с ним бороться, как его снимать, могут ли люди защититься от этого негатива. Этот человек живет, 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 живет. У него ни хрена, извините, не получается. И он бегает по врачам, по психологам, по парапсихологам, а у него оказывается негатив. Вот как он об этом узнает? Ну, вообще, как бы, каждый человек сам знает точку отчета, где вдруг все пошло не так. То есть, неожиданно начинается, ну, как это сказать, сбой. То есть, до этого, там, до какого-то периода все шло нормально. Обычно люди не думают в этот период, почему у них хорошо идет или почему вдруг плохо. И потом вдруг начинается все тормозиться, начинается в работе, в делах, в семье, с друзьями. То есть, иной раз у людей рушится практически все, что было наработано годами. По сути, это негатив приобретенный, который наложился на родовой негатив, то есть на семейный, который был в семье. И, соответственно, таким образом, все это, ну, как бы, человек является сам носителем этого негатива. Кстати, так же, как и его дети. Мы все переходим из одного состояния в другое, и наши дети, они несут все-таки толику этого негатива, как на генетическом уровне получается. Так же, как мы берем стереотипы генетические, ну, на генетическом уровне считываем то, что идет от наших родителей. То есть, собирается плохая карма, в том числе родовая, если говорить другими. Не думаю, что плохая, просто, допустим, живет себе человек, и вдруг его кто-то там сглазил в очереди, или кто-то, вот, бывает, пожелал что-то. Вот я всегда спрашиваю, не было ли у вас конфликтной ситуации, где у вас какая-то тетенька, там, бывает, женщина, в основном, да, вот так вот, там, плохо сказали. Или, бывает, сосед там плохо сказал, ну, в адрес, спину бывает, за спиной негатив, да, отчего, кстати, начинается пробой по здоровью, и болит спина или поясница. Это обычно идет пробой по определенным чакрам сзади. То есть, человеку пробивают биополе плохим словом, плохим мнением, а человек на это был готов, потому что у него была заряженность от родового негатива, сам накосячил и так далее. Вот, по сути, люди живут бездумно, если так посмотреть многие. И снимать это, ну, я тут тоже думала об этом, ведь очень многие ходят там, как бы, что-то снимается, что-то нивелируется, выправляются, да, ну, смотря кому попадет человек, как бы, я тоже за всех отвечать не могу. Там, у кого-то через медицину выходит негатив, человек пошел там, допустим, и все решилось на медицинском уровне, там, выздоровел. Ну, опять же, потом человек не думает, а почему. Некоторые потом, получив желаемое, уходят опять в то же самое, наступают на те же грабли, ну, и в итоге в другом или в детях получают то, что недоснято, я бы так это назвала. Ну, как от этого защищаться? Ну, во-первых, прежде всего думать, да, то есть, на что, как бы, каждому человеку даны мозги, то есть, если человек идет под домом, где сосульки свисают, ну, тут надо включить все-таки мозги, да, там, и думать, что сейчас оттепели, может что-то упасть, логично, да. Здесь тот же принцип работает во всем, не нужно, прежде всего, бояться какой-то злой энергии от окружающих, да, хотя есть люди, которые тонко чувствуют эту энергию, допустим, в общественном транспорте, и многие набирают в себя, потом приходят как помойка домой, и все это сбрасывают на семью. Ну, завязка идет кармическая, вообще страшная, кстати, неизвестно от каких людей, что человек набрал. Здесь нужно немножко абстрагировать, понимать, где твоя энергия, где энергия окружающих, то есть, это обязательный принцип. Там, где что-то не твое, это не надо себе брать на сердце и с этим ходить, там, переживать за чем-то, там, или как-то проявлять отношения, там, отрицание, или ненависть, или радость. Здесь нужно поровнее быть, и, соответственно, есть такие святые места, да, я тоже, кстати, думала, вот, на самом-то деле, про храмы, про всякие религии, да, и я просто просматривала ситуацию вообще, как бы, на уровне земли, да, где какие храмы стоят, разных религиозных объединений, где капища славянские, да, и я просто для себя такой вывод сделала. Ну, наверное, он будет интересен и всем, что все это точки соприкосновения по очищению человека, то есть, если взять сетку, то, скорее всего, на уровне самолетного полета, не самолетного, а с вертолета, если, или с какого-то, вот, есть такие сейчас игрушки, там, поднимаешь, и можно все снимать, забыл, как называется. Беспилотники. Да, да, вот можно просто взять и действительно интересно было бы отследить мою версию, потому что у меня ощущение, что все храмы, все абсолютно, всех религий соединены между собой невидимой такой золотистой ниточкой, так же точно, как и пирамиды, по сути, это тоже сродни святому месту, да, так же точно, как, может быть, и кладбища какие-то, да, особенно, где стоят храмы при них. Вот, и если посмотреть на это, то, по сути, мы все находимся в такой энергетической сетке, и точка опорная идет по снятию негатива в храмах, там есть чистое место, но я сейчас не говорю о храмах, где священник не очень хорош, там, или, ну, сами знаете, да, разные бывают люди. Ну, да. Я сейчас говорю о чистых местах, которые как раз и составляют эту сетку защиты земли, то есть, от всяческого негатива, кстати. И здесь можно ходить в храм, потому что именно храмы, получается, собирают в себя храмы, соборы, церкви, святые места, там, крапища славянские, они все собирают в себя, абсорбируют вот этот негатив человеческий. И за счет этого, кстати, земля еще не разрушена, да, до какой-то степени. За счет этого все-таки все это идет как очищается, да. Да, но при этом все равно абсолютно каждая религия видит только на уровне своего видения, да, там, если церковь православная отрицает гадалок, экстрасенсов, оккультистов, все это сваливает в кучу, то абсолютно видно, что тут церковь не видит того, что эти люди могут сделать хорошего или плохого. Соответственно, снять этот негатив на уровне церкви, если это сделано через религию Вуду, практически невозможно. То есть, любое действие, как бы, нужно делать через ту религию или хотя бы приближенно тот оккультический, как бы, момент, да. То есть, через тот оккультный момент, ну, через чего легче снять, допустим, да. То есть, черные практики сложно снять через церкви или храмы, потому что там это не приемлет, к сожалению или к счастью, я не знаю. Вот, также точно многие другие какие-то мировоззренческие практики. Ну, ближе все-таки к оккультизму, эзотерике, это буддисты, мне очень нравится тоже эта религия. Хотя тоже там есть какие-то минусы, которые, может быть, я бы неприемлема или кто-то. Вот, поэтому можно снимать через храмы, через церкви, через капище славянские тоже очень хорошо работают. Можно ходить к каким-то специалистам, которые именно работают по снятию негатива. То есть, ну, здесь, опять же, хочу предупредить, негатив. Это может быть порча, сделанная на здоровье. Допустим, некий дяденька как бы приворожил какую-то женщину, ну, допустим, да, там, и сделал ей какую-то порчу, приворот через кладбищенскую землю, ну, например, да. То это работает, к сожалению, и женщина будет болезненно выходить из этого процесса, потому что она связана с ним через, в принципе, святое место с черными оккультными практиками. И при снятии этого негатива будет ее ломать, то есть между сеансами. Вот у меня просто есть несколько таких случаев, где людей иногда вот ломает между сеансами. Я, соответственно, стараюсь корректировать, общаясь в промежутках по скайпу хотя бы перепиской, потому что я уже подключаюсь к человеку и стараюсь снизить вот этот градус, который идет, ну, как вот негатив от того человека, от мужчины. Опять же, при снятии негатива некоторые люди, которые что-то делали, ну, кто-то осознанно, я сейчас не говорю случайно сделанный негатив, мы говорим об осознанно сделанном. Допустим, некоторые люди, вместо того, чтобы осознать, что они неправы, им получился возвратный удар, вернулся, они начинают, наоборот, свою жертву допекать еще больше, усиливая кармическую взаимосвязь, и за счет этого получают потом, ну, фатальный возвратный удар. Опять же, он может быть быстрым, может быть, ну, долгий, да. Все зависит от того, как жертва относилась, допустим, жертва этого человека относилась к нему при совместном общении. Вот, то есть, защита, опять же, какие-то эзотерические практики, вот я даю вот эту серебристую энергию. Даже я вам скажу так, что обычно мы в течение жизни в себя впихиваем всякую чушь. Обратите внимание, вот вы идете по лестнице, о чем вы все думаете. Ну, давайте вспомним, что мы думаем, хрен знает о чем. Я себя вот тут даже поймала на мысли, что я поднималась, у меня третий этаж, офис на третьем этаже, естественно, спортивная подготовка нулевая, и я поднималась тут с какой-то сумкой, и на первой ступеньке, там, на первом пролете я вдруг поняла, что мне нужна подпитка. И я уже дальше поднималась без всяких мыслей, а просто в состоянии серебристой энергии. И ты как бы ее вдыхаешь, и я совершенно без задышки поднялась, хотя момент был напряженный, и я бежала там, и быстро надо было все это сделать. То есть, когда мы бежим там куда-то, торопимся, и у нас в голове каша из мыслей, автоматически все это накручивается на наше внутреннее состояние органов, сосудов. И отсюда начинается психосоматическое состояние, то есть человек начинает болеть, плохо себя чувствовать, давление прыгать, да, смотря кто как, какие ситуации у людей. Здесь вот очень хорошо работает медитация, и не только моя, кстати. Если взять медитации, вот, ну, другие практики я не могу сказать, вот, может быть, у Гены Гончарова интересные, кстати, практики. Еще у кого-то вот из моих коллег, вот я была на съезде, на конгрессе на нашем, там очень много интересных мастер-классов, вообще просто шикарно все. И просто каждый человек может выбрать для себя ту практику, которую будет вытаскивать. Кто-то на йогу ходит, да, опять же, ну, кто-то вот, допустим, у меня есть один товарищ такой, эзотерическая школа Всеслава Сова, у него очень хорошие медитативные тоже практики по разжиганию серебряной, это разноцветие, значит, это почакровая чистка. Там тоже идет момент выхода негатива, и человек потом наполняется энергией. Сейчас не скажу, как точно называется дыхание, но оно у него есть, как бы, да. Поэтому здесь каждый находит себе специалиста, мировоззрение, и пробует через это, опять же, проходить. Я вот общалась тоже на конгрессе с Мишей Ивашевичем, Сергеем Лапасат, очень интересная у него практика, он остеопат. Точно не могу сказать, что это значит, но это что-то связано вот с целительством. Искусная система, наверное. Да, у него очень интересная практика, обалденная просто. Но я, кстати, на мастер-класс не успела, потому что я уезжала, потом приехала позже. И вот он очень православный, он мне вот рассказывал все то же самое, примерно, ну, через православное вот мировоззрение. Тоже очень интересно. Ему это ближе, ему это понятнее, он себя в этом нашел. Поэтому каждый человек все равно в каждой, вот в данной реинкарнации находит себя в тех, ну, каких-то моментах, которые будут его вытаскивать. Кто-то ко мне придет, кто-то, я не знаю, ну, еще кому-то, куча специалистов. Просто главное тут четко выбрать себе специалиста, который именно будет ваш. То есть нужно почувствовать интуитивно, это как пазлы, ты понимаешь, что тебе нужен этот специалист. И тогда все будет вообще чики-пики. То есть универсального какого-то способа нет для того, чтобы избавиться. И если мы говорим о нашем эгрегоре о том, что многие считают, нужно обращаться к православной религии, допустим, какое-то время проводить в святых местах, в монастырях даже, вот многие живут какое-то определенное время. Все равно это не панацея, и в каких-то случаях, как я понял, это может работать, и в каких-то случаях это работать не будет. Я сам знаю, что нам может помочь в какой-то момент. Поэтому люди и пробуют, кстати. Многие по храмам ездят. Но храмы, они помогают, я не могу ничего сказать. Опять же, если там истинно верующие работники, назовем это так. Потому что каждое направление чисто за счет чистоты специалиста. Неважно, эзотерик это, священник это, чиновник ли это, риэлтор ли это, то есть важно, что в голове у специалистов, который монополизирует право на что-либо в своей деятельности. То есть сами по себе эти места, они хотя являются какими-то, как вы сказали, возможно, даже порталами энергии, но все равно в большей степени все зависит от того, кто там находится, кто ведет эти службы, то есть от людей, которые, скажем, заведуют этими местами. Они сами по себе тоже работают, но просто человек, который оживляет это место, он как бы включает его, вот я бы так сказала. То есть истинно верующий священник, он включит свой храм в таком энергетическом эквиваленте, что действительно люди будут туда заходить и выздоравливать. Я точно знаю, что это работает. Если, допустим, там присутствует корысть, а многие как бы отдачности, люди-то все разные, у всех какие-то вот есть такие косяки, которые человек только на сознании может разобрать. Вот в сознательном уровне человек сидит и разбирает. Когда вот я спрашиваю, вы, говорю, работаю с человеком, и начинаю раскладку делать, внутреннюю, состояние внутреннее, и человек говорит, нет, я об этом не думаю. Я говорю, ну как же не думаете, у вас вот это вот выходит. То есть бывает так, что человек, допустим, он и не думает о прошлых отношениях, да. Уже прошлые отношения в сознании ушли, все, ты живешь настоящим, их нету. Но когда на тебя смотрит, допустим, кто-либо, да, из парапсихологов или гадалок, то в тебе это видят, то есть видят, что, бывает, не ушел от прошлых отношений, и это не дает построить факт, допустим, восстановления себя сегодняшнего с новым партнером или партнершей. То есть здесь опять же должно быть все-таки, опять же, и, кстати, есть специалист. Еще тоже вот сейчас скажу, тоже не буду приводить имя человека в пример, но скажу пример такой, вот есть такие люди, которые феномены там, или люди, которые, допустим, экстрасенсорно что-то могут, да. А сейчас, кстати, достаточное количество информации, люди начинают саморазвиваться, независимо от своего желания. И вот они могут, там, я не знаю, кто-то может сосуды даже доказать что-то. И когда на сцену выходит такой человек, который, и, допустим, этот человек начинает как-то себя позиционировать, бывает, такие люди начинают видеть не то, что надо, они начинают видеть то, что есть в человеке, и усугублять это, помимо воли самого человека, допустим, человек может увидеть проблему там с каким-то органом и сказать, знаешь, вот вместо того, чтобы сказать, что это можно снять там или что-то, человек начнет брать на себя право пророка в этой области, да, и говорить, что там через 3-4 года ты там пойдешь там к врачу, и будет то-то, сё-то там, ну вот я тоже знаю такие случаи, да. И в чём проблема? Проблема в том, что если человек, ну, допустим, может снять с себя вот этот наговор, назовём это так, на будущее, то возвратный удар будет тому полуспециалисту, который вот этого попытался предсказать. Бывает, что такие люди, допустим, предлагают свои услуги, там, давай я тебя посмотрю, там, полечу, там, потом может подойти и сказать, а я тебя полечил, хотя ты не давал согласия. Здесь тоже это плохо, потому что это просто человек пытается с позиции, ну, как бы силы, да, доказать себя. И когда такого человека спрашиваешь, а зачем ты это сделал, человек говорит, я хотел показать тебе, что я сильнее. То есть вот это всё очень большой минус. Есть ещё такие люди, которые просто так же точно действуют, но в тихушку, в очередях, да где угодно. Они сбрасывают негатив, они могут пробивать, некоторые даже делают из этого хобби для себя, там, смотрят, заглядывают, лезут в замочную скважину. Ну, естественно, если грамотно всё это отводить, то будет возвратный удар. Но обычно люди не умеют этого, и в итоге человек приходит с набором того, что он где-то подцепил, как, вы знаете, инфекция какая-то. Что вы посоветуете, вот, исходя из всего сказанного, если человек начал испытывать некий негатив, всё-таки вокруг возможностей много, как мы уже выяснили, это может быть и какое-то православное течение, неправославное, и различные экстрасенсы, специалисты, к кому ему обращаться в первую очередь, или это должно быть чисто интуитивно, и методом проб он должен действовать, и, так сказать, обратиться к кому-то, посмотреть, что будет, потом к другому. Вот как быть в этой ситуации, если ты не знаешь, куда пойти, а ощущения самые нехорошие? Ну, первый принцип, первый принцип, это посмотреть, с чего всё пошло не так, вот самому проанализировать или самой, да, посмотреть, с чем это было связано, негатив, у кого-то это может быть с рабочим местом, связана, допустим, структура такая небезопасная, да, у кого-то с семьёй, с соседями, то есть здесь надо обратить внимание, прежде всего, повнимательнее, с чем связано, после чего вдруг возникает предчувствие, нехорошее состояние, от кого оно идёт, это первое. Второе, нужно прежде всего себе задать вопрос, что человек хочет, какой внутренний вопрос будет, такой получит он ответ. Опять же, если человек повёрнут на религию, он побежит в религиозное что-то, да, и действительно ему некие батюшки могут помочь, там, или святые женщины, монашки, вот эти, кто практикует через христианство, христианство, ну, или католичество, да, у вас, наверное, тоже такое есть, или через другие религии, да, то есть кто-то, может быть, в шаманы пойдёт, к шаманам, да, тоже там выгонять негатив этот. Практик много, это всё зависит от самого человека, но всё равно нужно обратить, понять, с чего всё пошло не так, и если нет никого под рукой, как специалистов, не надо судорожно бежать по всем специалистам, нужно методом подбора, то есть задаёшь вопрос, и через какое-то время, опять же, от среды приходит ответ, либо ты встречаешь этого специалиста, ну, я называю это знаками, да, и все как бы это так называют, либо, я не знаю, вот как в моём случае бывает, что человек вдруг натыкается на меня в интернете, или случайно берёт визитку около офиса, да, то есть, либо кто-то кому-то что-то сказал, и ты приходишь по сарафанному радио, когда человек приходит, и там уже человек должен посмотреть, насколько грамотно ему скажут, что у него не так, то есть по всем параметрам, соответственно, но опять же, тут принцип какой, если человек попадает просто к гадалке, которая просто может увидеть, человек у вас посмотрит, скажет, что у вас столько всего проблемного, в итоге всё это обычно тут же выкладывают вперёд, кстати, для подтверждения своей же значимости, да, что вот человек так увидел, вот человек не может по-другому увидеть, человек не снимает негатив, человек просто вот посмотрел и сказал, что может быть из того, что он увидел, а из того, что обычно видят, с чем приходят люди, можно прямо сказать некое сартуальные услуги, да, потому что проблема бывает сильной, вот, дальше опять же, может быть подбор материала, какие-то видеоролики сейчас, пожалуйста, очень много, да, но опять же нужно смотреть, что даёт сотрудничество работы в интернете, а сейчас очень много площадок, и смысл мне раскатывать этого ежа, человек, значит, не хочет, а зачем работать, если человек не хочет, то есть какой-то должен быть диалог, правильно же, вот, а то же самое все специалисты также работают, то есть должен быть согласие человека на приём информации, чтобы мы в него влезли, потому что, кстати, даже гипнотические практики, вот, существует такое понятие, наведённый гипноз, или боевой гипноз, криминальный его ещё называют, да, там, когда можно в целях самозащиты воздействовать на человека, и, соответственно, защищать себя там или своих близких в момент какой-то пиковой ситуации, это можно, да, но как это работает тоже, если, допустим, воспользоваться этим в какой-то другой структуре, хочет человек или не хочет, если у него эта практика наработана, она у него может работать даже на кассе, человек даёт деньги, а ему могут сдачи дать больше, здесь надо контролировать тоже, кстати, таким людям, и лучше всё вернуть, иначе будет проблема, да, потому что того человека оштрафуют, соответственно, гипнотизёр получит всё равно где-то минус большой по деньгам, то есть тут, чем больше у человека каких-то способностей, чем больше ответственности за всё. Потом, опять же, если, допустим, человек воздействовал шутливо, да, там вот бывают люди начинают изучать эти практики, и шутливо начинают кого-то гипнотизировать, там нагнись, подойди, там отойди, там ударься об стену, ну, например, да, это всё тоже наказуемо, потому что что происходит? У человека отключается самоощущение себя в момент гипноза, человек, это как а-ля приворот на короткое мгновение, да, вот, я тут дёрнул всё, вот, соответственно, получается момент, когда в человеке, вот, заведённая команда, да, допустим, какая-то, начинает работать в минус, он этот момент не помнит, у него пауза вот такая возникает в сознании, как пустое место, и он не может помнить, что он сделал в тот или иной момент, его это будет мучить, отсюда, кстати, развитие психических заболеваний, потому что человек будет думать, что у него что-то не так, он может себя накрутить, и так далее, то есть, ну, гипнотизёр, использующий практики не по праву, может получить возвратный удар, как только с человека вот это вот наваждение сниму, да, соответственно, то есть, всё имеет продолжение, то есть, нельзя ничего делать, грубо говоря, безнаказанно, нельзя, это, ну, это то же самое, что люди во власти, которые думают, что они там боги, да, там, начинают управлять страной, в раскос там, воевать на каких-то других территориях, это тоже может вернуться каждому, кто в этом участвовал, и их роду полностью, то есть, это может быть страшный замес, проблем в их роду, по детям и по внукам, поэтому за всё человек отвечает, и сейчас такой период, где и те, кто более такие ранние души, можно сказать, которые не эзотеричны, и те, кто более серьёзные, тут каждый должен в момент ответственности за свои деяния какие-то испытывать, да, допустим, ощущать, чтобы не попадать в глупые ситуации, я бы так сказала. Понятно, а вот скажите, как Вы относитесь к тому, что вот есть такое утверждение, что если специалист, экстрасенс, ясновидящий, неважно, тот, кто имеет отношение к эзотерике, вмешивается в судьбу человека, даже по его, так сказать, желанию, по его просьбе, то он нарушает какие-то вот кармические связи, то есть, человек что-то должен был получить, отработать, а вот вмешались, и это изменили, так сказать, эта карма переходит на того, кто вмешался. Если это сделано без денежного эквивалента, то есть, допустим, человек не заплатил за услугу, там, чего-то снять, чего-то убрать, то, соответственно, завязка идет у экстрасенсов, пропсихолога, гадалки и так далее, да. Но опять же, у человека тоже обнуляется результат, понимаете, да. Вот, то есть, как бы так, если без разрушения, если человек публичный, то здесь есть момент, опять же, сделать ему какое-то предсказание, я такие вещи делала, но они опять же идут объективно, если человек объективно мыслит, то есть, здесь не должно быть своего желания, какого-то эгоизма, там, корысти, здесь ты просто видеть должен ситуацию, так, как она должна быть, и не в минус, а именно, чтобы скорректировать в плюс, допустим, да, потому что, есть же такие же люди, которые корректируют в минус, кстати, на каком-то, в группе, в группе у Михаила Виноградова, был у нас такой разговор с одной дамой, которая, значит, все мне говорила, насчет воздействия, мы говорили, что там, не воздействуйте на меня, там, хотя, кстати, с ней просто мы общались, разговор был, вот, но она вот всем говорила, что нельзя воздействовать, если не просят, ну, плохие-то силы, назовем их так, они-то воздействуют, они у нас не спрашивают, извините, как и в какую сторону рулить, соответственно, быть добром, который сидит и молчит в тряпочку, извините, это тоже глупо, да, поэтому должно быть противодействие какое-то, поэтому корректировать в плюс обязательно нужно, и мировые какие-то моменты, и личностные, просто здесь не должно быть личной инициативы, самого предсказателя, наверное, и обязательно должен быть денежный эквивалент, если это человек пришел на прием, если это, допустим, на уровне каких-то событий в мире, то там другой эквивалент энергии идет уже, обмен на другом уровне происходит, энергетическом, и там уже идет работа предсказателя, как вот благотворительность некая, то есть по разруливанию той или иной ситуации, по выводу из кризиса, допустим. Понятно, спасибо. Я теперь хотел все-таки задать вопрос в отношении вот этого форума целителей России, если не трудно, расскажите, пожалуйста, несколько слов, что там было, вот вы говорили, было очень интересно, что там происходило, и что можно было из этого почерпнуть. ну, это уже четвертый, по-моему, конгресс целителей, значит, я, к сожалению, не подобрала материала, если хотите, я быстренько возьму все, чтобы как-то покороче зачитать. Ну, если можно, да. А то я... уже, наверное, ничего с собой нет. В общем, ну, как бы основная, основной материал, наверное, может быть на сайте, у меня там есть, в инстаграме я фотографии выложила, да, вот, и в какой-то степени это съезд целителей, сейчас наша организация, раньше это была РАМНЕ, а сейчас это называется Национальная ассоциация, я скажу, НАНЕМЕ, получается. То есть, сейчас даже скажу, то есть, тут произошло разделение на медиков, то есть, официальная медицина, да, кто работает как целители, и на тех, кто специалист поздравлений, кто не имеет медицинского образования. Ну, я вот получила в этот раз документы как целитель, да, вот если так посмотреть, специалист поздравлений, да, я еще их не сканировала для сайтов, и вот это вот уведомление, что я специалист эзотерических практик, который может, допустим, осуществлять виды своей деятельности, то есть, ну, как бы я продолжила, ну, как это, продлила. Вот, на самом деле, у нас президент нашей организации, это Владимир Владимирович Егоров, очень замечательный человек, сама организация, по-моему, была еще начата Гальперином, вот, ну, я тут тоже могу ошибаться, потому что там очень много людей участвовало в этой организации, и, в принципе, это более официальная версия нашей организации сейчас, по сути, на уровне, я думаю, даже государства, как бы, и целители там тестируют, я тоже давала свои данные, отзывы обязательно там, да, допустим, ну, я свои предсказания туда сбрасывала, то есть, каждый человек там может, если он целитель, зарегистрировать свое право на свою деятельность, патентную какую-то, то есть, это такая многолейкая организация, которая может помочь продвинуть себя, и в чем плюс, вот, Владимир Владимирович, он именно собирает таких феноменов, он сам достаточно интуитивный человек, он собирает именно феноменов людей, которые действительно что-то могут, это очень интересно, там, вот, допустим, я попала на два мастер-класса, да, это 18-го числа, первый мастер-класс был, это Галина из Перми, сейчас вот тоже фамилию не скажу, и Валентина, она из Нижнего Новгорода, вот, Валентина, она, значит, делала массаж лица, то есть, такой массаж лица, который обычно делают хирургическим путем, она делала руками, объясняла нам, показывала, и она этому обучает, это очень интересно, действительно, человек после этой подтяжки, таким вот, вот, у меня даже фотографии вот есть, где-то там, человек ощущает у себя подтянутые мышцы лица, потому что мы же обвисаемся, естественно, да, вот. Галина, допустим, она вот преподавала, показывала мастер-класс по восстановлению тела, как бы на уровне диафрагмы, тоже вот очень интересно, она показывала именно себя, как она работает, и как работает сам пациент, то есть, это все можно, вот я на два мастер-класса попала, там постоянно всякие мастер-классы, пожалуйста, можно за эти два дня по везде походить, если, конечно, можно разорваться там, ну, вот я успела только на два. Первый день обычно у нас идет, все пришли, там тоже много, каждый все говорит, там люди речи заказывают, то есть, я могла тоже что-то сказать, да, вот, в этом году я хотела отливку на воске поставить, показать, но все это очень организовать сложно, и я просто еще не совсем точно подобрала, как это сказать, разобралась в этой теме, потому что, как бы, трактат, допустим, об отливке на воске, это достаточно многоликое что-то, это надо, ну, это как гадание на кофе, это тоже надо разобрать, изучить, как оно работает, почему такие фигуры, почему они повторяются у всех, кстати, в любом на партнерских отношениях отливка на воске немножко повторяется по какой-то фигурке, да, вот здесь я, как бы, еще изучаю этот вопрос, поэтому я не стала торопиться, вот, но первый день обычно мы все приходим, организованно так, открытие идет, потом, значит, естественно, все уже друг друга знают, вот, вот, по сути, какие-то новые люди приходят к нам, вот, мы каждый раз, каждый год, по сути, встречаемся с Аленой Орловой, там, да, вот, в этот раз я познакомилась с кучей вообще народа, ну, кого-то я знала, вот, понимаешь, ну, кого-то заново узнала, в этот раз были китайские товарищи у нас, это центр в Санкт-Петербурге, который, значит, тоже начинал с ран, организовал свою деятельность, сейчас еще получили медицинскую лицензию какую-то, и вот мы, у нас творческий, ну, такой вечер был, как это называется, ну, посиделка, да, корпоратив, назовем так, небольшой такой, вот, и мы там вот, все как-то дружно находили себя, общались, было очень интересно, я считаю, вот, и в чем плюс вот этих встреч, хотя многие вот у меня есть коллеги, кто говорит, что туда ехать, ну, по финансам сразу скажу, не так дорого, как иные берут, я не буду называть имена, да, это первое, второе, ты приезжаешь, вот почему-то разница, когда вот целители, да, там совершенно нет никакого противоборства, ты ни с кем там не соревнуешься, у каждого свое какое-то поприще, каждый уже сам себя создал, и все могут раздавать методички, там какие-то свои, да, там обмениваться опытом, то есть это такое вот, ну, тоже святое место, я бы назвала, вот, каждогоднее, да, вот, не знаю, мне очень понравилось все, в принципе, я всем коллегам рекомендую обязательно все-таки, вот, вступать именно в нашу организацию, потому что она более-менее живая, то есть там реальные специалисты, ну, я считаю самородки, то есть люди, которые, создали себя на целительской почве, у которых есть результаты, которые, этими методиками действительно можно восстанавливать здоровье людей, это уникально, и Володя Егорова, очень умница, большая, конечно, здорово, еще тоже, в чем плюс, эта организация стала, комбинируется, комбинируется, естественно, государством, и я думаю, что в какой-то степени все равно будет ситуация, как вот я тост сказала, что я хочу, чтобы наше пропсихологическое, эзотерическое и целительское направление стало официальным в России, так же точно, как сейчас медицина, психология и все остальные направления, да, то есть я хочу, чтобы так было, потому что я считаю, что мы имеем право быть, и должны быть институты, и я бы хотела институт имени Вольфа Мессинга, как он хотел при жизни, вот его душа, он постоянно об этом беспокоится, потому что это надо изучать, это все можно объединить, и это будет прекрасный институт, который действительно будет на мировом уровне, где все специалисты будут видны, понимаете, то есть вот в чем плюс в этой организации, в нашей, там каждый специалист виден, там ты не можешь обмануть кого-то, то есть там нет такого, поэтому ты видишь, приходишь в мастер-классы, ты видишь, как человек работает с пациентом, все, это дорогого стоит, я считаю. Лена, огромное спасибо, был очень интересный рассказ, я думаю, наши слушатели, зрители получили ответы на свои вопросы, мне тоже было очень интересно, если какие-то новые вопросы, комментарии у них возникнут, мы передадим их вам, и с удовольствием ответим на них в следующих программах, а сегодня наше время подходит к концу, поэтому спасибо вам, благодарим вас за очень интересный, содержательный рассказ, и до новых встреч. Ну все, пока, пока Чикаго, пока Володь, пока Майкл. Я еще с вами потом сажусь, после вот сейчас. Спасибо. Да, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok